Здравствуйте друзья. Не так давно сообщество энтузиастов умного дома колыхнуло новость о появлении первого фабричного USB ZigBee координатора на базе чипа CC2652P. Если коротко, это устройство позволяет заменить стандартные шлюзы и создавать сети из более чем сотни ZigBee устройств, причем без привязки к какому-то конкретному производителю. То есть в одной сети тут могут жить и гаджеты Xiaomi, и Tuya, и Acara, и Sanofi или Grand. В качестве программной части тут предполагается использовать ZigBee 2MQTT или ZHA. Раньше, если говорить о фабричных устройствах, существовала лишь самая простая и начальная модель на базе CC2531, способная управлять небольшими сетями в пару десятков клиентов. Тип устройства ZigBee координатор. Модель Sonof ZB-Dungle P. Контроллеры ZigBee Ti-CC2652P USB to Serial CP2102N. Выходная мощность 20 дБ мВт. Прошивка Z-Stack 3x0 координатор. Питание 5 В, не более 100 мА. Диапазон температур от минус 10 до плюс 40 градусов Цельсия. Размер устройства 87 на 25,5 на 13,5 мм. Длина антенны 108 мм. Поддерживаемая система ZigBee 2MQTT ZHA. Поставляется устройство в картонной коробке цвета морской волны, характерно для DIY серии Sonof. На фронтальной части схематически изображен координатор. Сзади указаны краткие технические параметры, которые я уже озвучил и контакты производителя. В свое время мне доводилось получать предсерийные устройства Sonof. Они приезжали в простых белых коробках. Это уже серийная версия. В комплект поставки входит сам координатор в корпусе, съемная антенна и небольшая, но мультиязычная инструкция, в том числе и на русском. Внешне герой обзора напоминает крупную флешку в металлическом корпусе со съемной внешней антенны. Тут используется стандартный СМА разъем, для подключения внешней антенны. Кстати антенны аналогичны роутерным, так как ZigBit тоже использует 2,4 ГГц диапазон. С другой стороны обычный USB-A разъем, который служит и для питания и для коммуникации. Вообще рекомендуется использовать USB удлинитель в районе полуметра. Это будет лучше и с точки зрения эргономики, устройство не будет закрывать соседние разъемы, и с точки зрения расположения стика, а в некоторых случаях просто обязательно для отвода от источника помех. В отличие от ребристой передней панели, задняя плоская, на ней продублированы краткие технические параметры. Разборка устройства весьма простая. Достаточно отвинтить с любой стороны, лучше с антенной, пару небольших винтов и вытащить плату координатора. Металлический корпус с ребрами, как бы намекает на функции рассеивания тепла, но по факту физического контакта между контроллерами и ним нет. Да и не греются они так, чтобы требовать охлаждения. Я делаю вывод, что основное предназначение металлического корпуса экранирование, ведь просто для физической защиты можно было бы использовать и пластиковый. Описание и предназначение всех элементов. Тут есть переключатель flow control, кнопки reset и boot и даже пару светодиодных индикаторов, которых все равно не видно под металлом корпуса. Для частоты эксперимента я использую новую установку zigbee2mqtt. Как ее ставить изначально я показывал в одном из уроков, ссылку оставлю в описании. Я специально оставил в кадре панель задач, чтобы было видно дату и время. Актуальная версия zigbee2mqtt на момент тестирования 1.21.2.1. Пройдемся по конфигурации. По умолчанию тут установлен порт ACM0, для этого стика он не подошел. Узнать порт можно при помощи такой команды, вы тоже найдете ее в описании под видео. Если вы используете установку Supervisor в докере, зайдите через SSH и введите ее. Если у вас развернута штатная Home Assistant OS, то эта же команда работает в консоли штатного аддона терминал. Устанавливаем в конфигурации корректный порт, тут он USB 0. Уровень логирования по умолчанию на уровне предупреждений, можно конечно оставить и так. Но я предпочитаю понизить до уровня сообщений, это необязательная настройка и ее при желании можно менять в любое время. Pan ID, если проводить аналогию с Wi-Fi сетью, что-то вроде названия сети. Если у вас это единственная сеть, то ее можно и не трогать. Я меняю чтобы не пересекаться с моей рабочей сетью. В принципе при первоначальной настройке проще сразу съехать стандартного ID, вдруг ваш сосед тоже себе захочет умный дом. Канал по умолчанию 11, тут кстати прямая аналогия с Wi-Fi сетями. Хотя две сети смогут работать на одном канале, проверено, но я его тоже сменю. На частоте 2.4 ГГц есть 16 zigbee каналов с 11 по 26. Наиболее подходящими считаются 11, 15 и 20. Для некоторых устройств нужен строго определенный, например для level o 26. Я ставлю 15, с ним обычно не бывает проблем. Тут есть еще одна по умолчанию отсутствующая, но на мой взгляд полезная опция. Она называется Last Scene. Если ее включить, в списке устройств появится столбик с временем последнего отклика от устройства. Возвращаюсь в меню информация, тут по умолчанию активирована только одна опция автозагрузка, чтобы аддон стартовал при запуске. Добавляю еще в отчдок для автоматического перезапуска при сбое и вывожу кнопку перехода веб-интерфейса на боковую панель. После запуска тут появляется шкала показывающая потребление ресурсов. Пусть вас не смущает такая загрузка процессора, это только в момент запуска. При работе тут показывает 0. Запуск занимает некоторое время, если все настроено правильно, в журнале работы не должно быть предупреждений и ошибок. После запуска фронтенда, тут последняя строка, можно переходить на веб-интерфейс интеграции. Итак интеграция запущена, время 19 часов 18 минут 10 октября. Уточняю я это потому, что за пару дней до моего тестирования, вышел один из первых обзоров этого стика, правда на английском. И там была заявлена проблема, которая заключалась в том, что невозможно было подключить никаких устройств. Штатная прошивка на стике датирована 20 января 2021 года. Кстати, в том же самом обзоре стик был сразу обновлен на самую последнюю версию. Хотя я часто в своих обзорах говорю о необходимости обновлять устройство, конкретно в этом случае не все так однозначно и я пока предпочту остаться на той, что протестировано производителем. До выхода проверенной именно на этом стике версии. Итак, начнем подключение новых устройств, чтобы понять повторится проблема или нет. Первое устройство беспроводный выключатель Акара залетел без проблем. На все про все, от момента запуска сопряжения, запуска интервью и идентификации устройства прошло чуть больше минуты. Проблемы при подключении устройств я не обнаружил, все работало совершенно штатно. Вот уже тестовая сетка состоит из шести устройств. Все кроме датчика вибрации, подключилось с первой попытки, но там просто батарейка была старая. После замены датчик залетел моментально. Так выглядит эта сетка в виде карты. Я не указывал принудительным устройствам куда подключаться, такой выбор они делали автоматически. Все подключенные гаджеты работают нормально, данные передаются на команды и реагируют. Еще один девайс из системы Tuya, это четырехкнопочный пульт, полет нормальный. Устройства охотно цепляются к роутеру на базе диммера от Акара. На данный момент обзора пока нет, но скоро будет, будем считать это спойлером. Тестовая сетка по состоянию на конец первого дня тестирования 10 октября. Устройств немного, но я постарался подобрать максимально разношерстное. Тут есть и Tuya, и Акара, и Xiaomi, и Sanof. Через сутки после подключения первого устройства. Отклики от всех участников сети в пределах часа. Тут я специально понажимал на разные кнопки, потрусил датчиком вибрации, поводил магнитом у датчика открытия санов, все живое, все откликается. Вот так выглядит сетка. В целом можно констатировать, что проблема с подключением устройств, которую озвучили в одном из первых обзоров стика от санов, у меня не воспроизвелась. И контрольный скрин на вторые сутки после создания сети. Все живое, все устройства работают в штатном режиме. В результате проведенного мной теста могу сказать, что никаких проблем в работе ZigBee координатора Sanof CC2652P я не обнаружил. Устройства подключаются нормально, сеть не разваливается, покрытие как минимум не хуже DIY стиков. Я проверял работу устройств по всем частям квартиры, нигде проблем с связью не замечалось. Главными плюсами этого устройства я считаю его низкую стоимость, на дату этого обзора менее 10 долларов без учета достав, и качественную заводскую сборку, включающую металлический корпус. По состоянию на момент выхода этого видео, стик еще не производится настолько массово, как первая версия на чипе CT2531, и купить его можно только в официальном магазине, но это временное затруднение и думаю, что скоро он появится везде. На этом все, надеюсь видео было вам полезным и интересным, буду благодарен за ваши лайки. Если вы еще не подписаны на мой канал, не поздно сделать это прямо сейчас. В описании под видео есть ряд полезных ссылок, и тех что касаются темы обзора непосредственно, и просто полезных, на мой телеграмм канал, на каталог устройств умного дома и многое другое. Спасибо за внимание, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok